Взаимопонимания по-прежнему нет. Так кратко можно описать отношения предпринимателей КП «Водоканал». Типовой договор, документ, который подписывается с «Водоканалом» один раз, еще не утвержден, а временные разрешительные документы вызывают много дискуссий. По идее, типовой договор должен подписываться один раз между потребителем и «Водоканалом». Вот только на сегодняшний день не утвержден Министерством регионального развития, отмечают сами предприниматели. Документации их заставляют якобы переделывать, что обходится заказчикам в круглую сумму. В отличие от старых, проекта в новые, выполнены в полноцвете. В пример приводят одного предпринимателя. Он обратился в проектную организацию. Проектная организация говорит, что нужно этот проект полностью переработать. Стоимость этого проекта будет стоить 90 тысяч. 90 тысяч. Чтобы там написано, что цветные должны быть схемы, а то все остальное остается. 90 тысяч. 90 тысяч – это сумма. Как предприниматель может купить две машины и выполнять свои хозяйственные действия. В свою очередь, специалисты «Водоканала» говорят, шли на встречу бизнесмену и предлагали изменить документации за копеечные суммы. Мы обработали одно обращение, которое было лично от вас, от господина Гребенюка. Это тот предприниматель, которого с ваших слов зажимал КП «Водоканал». Для всех присутствующих цена вопроса по подписанию двух доп. соглашений по господину Гребенюку была следующая. Первое доп. соглашение – 2 гривны, второе – 50 копеек. Это увеличение его платы за сброс сточных вод, переход с 97% на 100%. Всех конфликтов и непонимания можно было бы избежать. Но более 10 лет вопросу не уделялось должного внимания. К сожалению, с 2003 года по сегодняшний день никто этим вопросом серьезно не занимался, и поэтому сложилась вот такая ситуация. Более того, я думаю, что все члены Конституционного совета поддержат мнение и Николая Анатольевича, и ваше, которые вы договорились, что надо выходить из этой ситуации. Мы же не остановим работу «Горводоканала» сегодня, потому что договора нет. Наверное, мы подготовили некое обращение с просьбой доработать, включить все наши положения. Я думаю, что этот договор будет вносить элементы регуляторного акта, который будет обсуждаться. В Горсовете ставят себе срок – один год. В течение этого времени с типовым договором планируют разобраться, а пока что создана еще одна рабочая группа. Анатоль будет вносить изменения в типовой договор, а потом направлять в вышестоящие инстанции.